983 проекта одобрено в Алматы в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025». Предприниматели смогли получить льготные кредиты почти на 65 миллиардов тенге. Тем самым в городе появилось еще 900 новых рабочих мест. В программе активно принимают участие многодетные мамы и открывают собственный прибыльный бизнес. Какие еще меры поддержки доступны для предприимчивых алматинцев в материале Айн Рафины Регбаевой. Мама пятерых детей Ардах Шантимирова – обладательница сразу двух безвозмездных КОС-грантов. За свой первый проект женщина получила 505 тысяч тенге и смогла открыть собственное ателье. Однако на этом дело не остановилось. Будучи на декрете, женщина разработала инновационный проект и выиграла грант в размере 5 миллионов тенге по программе «Дорожная карта бизнеса-2025». Амбициозная бизнес-вумен намерена производить йогурты, сыры, кефир из козьего молока. Выигранные деньги женщина потратила на приобретение оборудования и планируется пустить в молочную ферму уже через пару месяцев. Мы планируем сами производить молоко, то есть доить КОС именно молочного направления, разливать их в бутылочки, пастеризовать, охлаждать и разливать в бутылочки. И уже в тот же день на прилавке магазина поставлять нашего города. Сейчас в городе реализуется несколько государственных и региональных программ по поддержке предпринимателей. Основная из них – «Дорожная карта бизнеса-2025». В ее рамках для бизнесменов доступны сразу три инструмента – субсидирование ставки вознаграждения кредитов и частичное гарантирование при недостатке собственного залога в обеспечении, а также возможность получить безвозмездный грант. На сегодня такие меры поддержки получили почти тысячи предпринимателей. Создано около 900 новых рабочих мест. В 2020 году в рамках антикризисных мер в данную программу были внесены очень много изменений в целях улучшения условий для предпринимателей. Если мы можем отметить какие-то изменения, во-первых, сняты отраслевые ограничения. Максимальная сумма по программе увеличена до 7 миллиардов тенге. Ставка вознаграждений снижена до 6%. В мегаполисе реализуется еще одна комплексная региональная программа «Алматы Бизнес», которая направлена на повышение доступности финансирования и снижение административных барьеров. В этом году было поддержано 25 проектов на сумму более полутора миллиардов тенге. Также в рамках программы функционирует единый центр предпринимательства «Колдал», где людям помогает составить бизнес-план, получить разрешительные документы и добиться финансирования своего проекта. За годы независимости в Алматы количество малых и средних предприятий увеличилось в 139 раз. Это около 200 тысяч объектов предпринимательства. Тем не менее город продолжает быстро расти. И поэтому глава мегаполиса Бакаджан Сагентаев отметил о необходимости устойчивого роста экономики и создания новых рабочих мест в отраслях с высокой прибылью и экспортным потенциалом.